Салют, это Макс. Сейчас вы увидите невероятный, душераздирающий и захватывающий фильм про подростка, который любил за всем подглядывать. Он называется Паранойя 2007 года. Пожалуйста, поставьте лайк, я желаю вам приятного просмотра. Фильм начинается с совместной рыбалки подростки отца. Кейл Брехт и его отец Даниэл Мэтт возвращаясь с рыбалки попадают в автомобильную аварию, которую уносит жизнь Даниэла. Проходит год, в течение которого Кейл пребывает в постоянном состоянии меланхолии и безожизненности. Однажды, ближе к концу учебного года, он получает замечание от своего учителя испанского языка синьора Гутерьеса за то, что спал в время урока. Когда учитель спрашивает Кейла, что подумал бы его отец, если бы увидел это сейчас, Кейл бьет его по лицу и нападает на него. За это нападение, которое при нормальных обстоятельствах могло бы привести к году в центре временного содержания совершеннолетних, он приговорится с учувствующим судьей к трехмесячному домашнему аресту, с наручным монитором и датчиком приближения, который запрещает ему выходить за пределы своего дома и двора. Сначала он утоляет свою скуку игру в видеоигры, но вскоре его мать, Джули Брехт, отменяет его подписки на iTunes, Music Store и Xbox Live, а также перерезает шнур питания его телевизора, чтобы заставить его больше помогать по дому. Скука заставляет его шпионить за соседями. Однажды ночью Кейл начинает подозревать своего соседа Роберта Тернера, который возвращается домой на Форд Мустанг 1967 года, с помятым крылом, что соответствует описанию, данному в новостях о серийном убийце из Остина, штат Техас. Кейлову лучший друг Рони начинает следить за соседской девочкой Эшли Карлсон. Она узнает об их слежке, когда бинокль Рони ударяется об окно. Впоследствии она решает присоединиться к ним. Рони и Эшли поначалу отвергают подозрения Кейла, считая их основанием на косвенных уликах. Но постепенно они начинают принимать более активное участие в этом деле, когда события в доме Тернера наводят их на мысль, что он похищает женщин и убивает их там. Кейл замечает, как женщина, которую Тернер забрал из ночного клуба, в панике пытается убраться из дома. Однако позже выясняется, что она ушла. Подумав, что все в порядке, Эшли устраивает вечеринку, которую Кейл портит, включив из окна музыку Мини Рипертон. После разговора Кейла и Эшли начинают целоваться. Затем на окне Тернера появляются брызги крови, которые оба подростка не замечают. Позже, когда Кейл и Эшли наблюдают за происходящим, он тащит тяжелую сумку в свой гараж, на которой, как утверждает Эшли, он видел кровь. После, Кейл наставит на том, чтобы Ронни взломал машину Тернера, чтобы достать открывалку для гаражных ворот, чтобы продолжить расследование. Пока Тернер уходит в магазин, чтобы купить лопату, Ронни добывает код открывания двери гаража, но, к сожалению, оставляет свой мобильный телефон. В ту ночь Кейл продолжает шпионить за Тернером и оставляет сообщение на мобильном телефоне Ронни. Когда Ронни обнаруживает, что оставил свой телефон в машине Тернера, они пытаются вернуть его, открыв дверь гаража. Им это удается. Ронни находит сумку и говорит, что видит в ней не только кровь, но и волосы, что приводит их к выводу, что в ней действительно находится человеческое тело. Дверь гаража внезапно закрывается, и Ронни прячется в доме, пока Кейл пытается спасти его, предупреждая полицию о нарушении домашнего ареста. Прибывшие полицейские обыскивают дом и обнаруживают, что Ронни в нем нет. Проверка гаража показывает, что в сумке лежат останки оленя, которые Тернер сбил на шоссе. Кейл боится, что Ронни мертв, но позже узнает, что он сбежал невредимым, опасаясь, что его поймают, если он останется и признается, что вломился в дом. Мать Кейла, Джули, переходит на другую сторону улицы, чтобы поговорить с Тернером, в надежде убедить его не выдвигать обвинения. Пока он там, Кейл смотрит запись Ронни, которую тот оставил включенной на все время, пока совершал побег из дома Тернера. Когда Ронни в спешке падает в кассете, он случайно снимает что-то, спрятанное за вентиляционным отверстием, и Кейл увеличивает изображение, чтобы посмотреть, что это. Это выглядит, как прозрачный пакет, в котором что-то лежит. Он увеличивает изображение еще больше и видит, что это очевидно мертвое тело девушки. В тот же момент Тернер вырубает Джули. Затем Тернер заходит в дом Кейла и бьет Ронни по голове алюминиево-бейсбольной битой. После он преследует Кейла, который пытается подать сигнал полиции, отключив свой датчик приближения. Затем выбегает на улицу, чтобы включить монитор на лодыжке, но в итоге ему не удается сбежать. Тернер вырубает его и склеивает ему конечности скотчем, а также заклеивает рот. Затем Тернер раскрывает свой план, подставить Кейла под убийство матери из-за горя по отцу и Ронни, из-за раздражения по поводу свидания с Эшли, а после покончить с собой. Когда Тернер заставляет Кейла писать предсмертное письмо Эшли, она входит в его спальню, что застает убийцу врасплох. Кейл сбивает Тернера с ног, давая ему и Эшли шанс убежать. Ани выпрыгивает из окна Кейла, приземляясь в бассейн Эшли, что также предупреждает полицию по беге Кейла. Кейл берет садовые ножницы и отправляется искать свою мать в доме Тернера, а Эшли идет предупредить полицию. В комнате, напоминающей операционную, Кейл находит документы, принадлежавшие предыдущей жертве Тернера, режеволосой клубной девушке, а также парик, что наводит на мысль в том, что парик носил Тернер, и именно его Кейл видел выходящим из дома. Офицер Гути Рес прибывает на место происшествия в надежде предъявить Кейлу обвинение во взломе и проникновении, но погибает, когда Тернер подкрадывается к нему сзади и ломает шею. Пройдя в подвал дома, Кейл проваливается сквозь пол и оказывается плавающим в бассейне вместе с несколькими телами, находящимся в разном состоянии разложения. Ему удается выбраться и обнаружить свою мать, связанную с кляпом во рту под фундаментом. Тернер внезапно появляется из-за спины Джули и пытается заставить замолчать Кейла и его мать. Джули удирает Тернера ножом в ногу, что дает Кейлу время убить Тернера садовыми ножницами. Когда Кейла и Джули выходят из гаража, приезжает полиция и их испытание с Тернером заканчивается. В следующей сцене Кейла на кухне снимает нарушенный монитор и отпускает из-под домашнего ареста за хорошее поведение. Затем Кейл мстит соседским детям, которые подбросили ему на крыльцо пакет с горящим собачьим говном, спровоцировав его покинуть пределы домашнего ареста во время погони за ними и облили его водой в ночь, когда Эшли устроила вечеринку. Ранее в фильме он обнаружил, что они смотрят фильмы для взрослых, выглядывая из своего окна. На этот раз он смотрит их вместе с Эшли и звонит их матери, притворяясь, что находится у провайдера спутникового телевидения и говорит, что кто-то сейчас смотрит фильмы для взрослых в их комнате. Мать вбегает в их комнату и обнаруживает мальчиков, что завершает месть Кейла, но затем он говорит, что надеется на большее, так как это был только первый удар. В конце концов Эшли и Кейл начинают целоваться на диване, когда их прервает Ронни, с которым все в порядке, кроме синяка под глазом, и снимает их на камеру. Планирую выложить видео на ютуб. Тем не менее они не показывают никаких признаков раздражения, кроме того, что Кейл в полголоса показывает Ронни в средний палец. Этот фильм заканчивается песней One Man Wrecking Machine. Ну а я, в отличие от Ронни, все-таки выложу это видео на ютуб. Друзья, что скажете про этот фильм? Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Я советую также посмотреть эти видео и желаю хорошего дня.